Привет, друзья! Ну вот я доделываю шедевр, пока он ещё не окончен. Но вы можете уже свои советы давать, как мы в прошлый раз делали картину совместно, и мне советы давали, и я её улучшал, согласно советам. Точно так же и здесь можно сделать. Да, сейчас я хочу рассказать важное. Значит, как дышать, чтобы лучше заснуть. Потому что очень многие люди мне пишут, что я не сплю, у меня бессонница, я не знаю, как быть, у меня тревожность, страхи, паники, мне трудно повернуться, у меня спина болит и так далее, и так далее. Ну, к примеру, я что делал, когда у меня был плохой сон, когда у меня всё болит, допустим, как заснуть. Я сейчас перейду к дыханию, но у меня такая болезнь есть, такая странная творческая болезнь. Я всё время хочу в одном контенте всё рассказать. И как снимать тревожность, и страхи, и паники, и как заснуть лучше, и как рисовать легче, чтобы в гармонии всё было, чтобы твоей рукой как бы водил Бог, понимаете, войти в поток, в такое вдохновение. Я всё хочу в одном контенте. Поэтому в этом контенте, который я сейчас делаю, в этом ролике, будет несколько аспектов сразу. А вы уж, пожалуйста, ну я постараюсь их так выдать простым нормальным языком. Это очень продумано мной за многие годы, и поэтому продумано. Вот, например, тревожность. И кто хуже поддаётся гипнозу, кто лучше, но тот, который тревожный, конечно, хуже поддаётся, потому что он всё время себя контролирует невольно. Но если он заслушается, допустим, человек, который его гипнотизирует, вызывает у него такое какое-то впечатление, и он, посмотрите, что происходит, у него аж дыхание затаивается. Да, вот видите, я сейчас связи провожу между одними пазлами, другими, сейчас все сложатся. Дыхание. Когда мы к чему-то прислушиваемся, мы невольно затаиваем дыхание. Вот этот аспект, запомните. Теперь следующее. Значит, он тревожный, он всё время себя перепроверяет, перепроверяет с ожиданием негативного исхода ситуации. Потому что у него напряжение очень высокое, где-то там кровоток нарушен, или ещё что-то такое, шея может заблокирована. Вот, и он всё время прислушивается к себе. Мы все к себе прислушиваемся. Но после того, как мы проходим обучение по методу ключ, особенно разгрузку с перезагрузкой, где выходим на состояние нуля, где безмятежность, а не смятение, где не шторм, а штиль. И в этом состоянии бесконечности, безмерности. И нет никакого вот этого тревожного состояния. Там такое комфортное состояние безмятежности, которое в религии называется иногда после хорошей молитвы молитвенной благодатью. Так вот, когда мы проходим по методу ключ, то мы выходим на напряжение, то мы выходим на раскрепощение с помощью приёмов. То есть по существу мы всё время делаем то напряжение, то расслабление с помощью упражнений, которые мы подбираем по принципу комфортности максимальная. Сам процесс комфортности, как критерий подбора путём перебора, открывает нам самих себя, потому что это путь к себе, это путь к Творцу, путь к творческому состоянию. Видите, сколько я аспектов сразу, да, говорю? Ну вот теперь прислушайтесь внимательнее. Я, чтобы заснуть тогда, когда мне плохо засыпается, я любил просто слушать новости, да, и мне некоторые новости раздражали, а некоторые, ну, наоборот, я вот так заслушивался, интереснее. Вот когда я заслушивался, А так я люблю Быкова Дмитрия слушать, как он свои передачи ведёт. Я вот включу, допустим, там, и лежу, лежу и заслушиваюсь. И вот когда я заслушиваюсь, я и засыпаю. Почему? Потому что когда ты заслушиваешься, как ты прислушиваешься, ты невольно затаиваешь дыхание. И дыхание у тебя становится таким, каким нужно. Вроде дышишь, и вроде не дышишь. Ну вот. Очень интересно, правда? Ну, Дмитрию Быкову, может, не понравится то, что он рассказывает, то, что я засыпаю, когда он рассказывает, но я говорю о том, что мне как раз таки нравится его слушать, и поэтому я засыпаю. Да, ну, я его внимательно слушаю, и поэтому засыпаю. Вот именно. Внимательно. Значит, когда мы к чему-то прислушиваемся, мы невольно затаиваем дыхание. А если мы... То есть приближаем себя к сну. Потому что там, когда ты спишь, у тебя дыхание вроде есть, вроде нет. Такое, знаете, дыхание вроде дышишь, вроде не дышишь. Это то самое состояние, которое Бутейков вызывал с помощью блокировки волевой дыхания. Там у Стрельниковой получалось, когда как шину накачивает, интенсив дыхание. Ну, разный метод дыхания, но приводит к одному и тому же, к этому состоянию. Комфортности, легкости и так далее. Так вот, попутно скажу, чем ключ отличается от ключ-2. Ключ, если это основано на расслаблении, на гармонизации, на идеорефлекторных приёмах, которые тоже самое, пока ты прислушиваешься, как они идут, как ты задумываешься, ты тоже сюда попадаешь. А ключ-2 отличается тем, что пики напряжения используются. И упражнения по моделированию прежде испытанных состояний, например, когда вы были счастливы, когда вы были в таком творческом состоянии, вы моделируете путём дополнительных действий, которые сопровождают эти приятные переживания, воспоминания с помощью действий. Ну, у нас есть специальные там ролики на эту тему, и на вебинаре на следующем, который будет сейчас. Объявление я дам, вы все узнаете. Там мы это всё будем делать. И ключ-2 элементы, и ключ, элементы ключ-3 будем давать. Там вот как сон использовать для того, чтобы озарения по заказу приходили. Ну, мы всё это будем делать. Значит, слушайте, я заслушиваюсь, вот эту передачу слушаю какую-то, засыпаю, потому что когда внимание наше отвлечено от самопроверки постоянной и переключено на то, что вам интересно, дыхание у вас меняется, потому что вы прислушиваетесь. Ну, охотник к зайцу там, который бежит, прислушивается, он тоже дыхание затаивает. Да, это организм так работает. И поэтому, а если вы будете прислушиваться к теплу, ну, например, вы не можете хорошо заснуть, и у нас есть ключевое дыхание. Это когда вы просто дышите и прислушиваете, если у вас вдох теплее или выдох теплее. Ну, у большинства людей выдох теплее. Ну, у кого как. Одну минуту прислушивайтесь. Лежите, сидите, ходите, как хотите. Особенно, когда засыпаете, чтобы лучше заснуть. Прислушивайтесь. Ну, допустим, выдох теплее. И когда вы прислушиваетесь, уже вы затаиваете дыхание невольно. А если вы к теплу прислушиваетесь? Вдвойне, втройне. Потому что прислушивание к теплу, а тепло это. Это комфорт. Это расслабление. Поэтому в аутотренинге вызывает тепло, тяжесть, расслабленность. Тепло. И вот когда вы делаете вдох-выдох, естественно, ничего не меняя. Не надо там вот это делать. Не надо там вот это делать. Ничего не надо делать. Не надо никаких задержек делать. Это гениальная вещь. Вы дышите, как дышите. Думаете, о чём, о чём думается. Вот вы лежите, щекая на подушке, и вы хотите хорошо заснуть. Начинаете прислушиваться. Нету Димы Бекова или нет ещё кого-то, куда вы прислушиваетесь. Допустим, вы в таких условиях, когда вам нечего к чему прислушиваться, чтобы интересную передачу послушать и заснуть. Просто без всяких передач. Мы же учим саморегуляцией. Без ничего. Просто прислушивайтесь собственному дыханию на фазе тёплого вдоха или тёплого выдоха. На той фазе, где у вас теплее. И когда вы прислушиваетесь, в каждой фазе тёплой фазе, а это легче, чем сосредоточенно думать, как дышать, сколько секунд дышать, когда отдыхать, как это нас учат всё время. Это всё очень сложно. А это гениально просто и так же гениально эффективно. Ключевое дыхание. Значит, вы лежите, допустим, прислушивайтесь к фазе, которая теплее, прислушивайтесь и дышите, как дышите, естественным образом. И вот эта синхронизация прислушивания именно к фазе вашего собственного дыхания. То есть получается время от времени у вас получается волна такая, когда вы синхронно с собственным дыханием сопровождаете фазу тепла. И таким образом засыпаете, не замечаете, как это происходит. Да. Это интересно. Ну попробуйте, кто не пробовал. Кто пробовал, ещё раз повторите, потому что в данном случае есть принцип подбора путём перебора, очень современный способ обучения. А здесь в данном случае старый способ. Повторение мать учения. Их надо соединять. Таким образом получается, что обучаясь по методу ключ, тренируясь с помощью подбора различных приёмов, сам подбор тренирует, развивает креативность мышления, творческий подход ко всем вещам. Все вопросы потом решайте лучше. А хороша она, да? Но ещё не закончена. Не закончена. Советы там мне насыпьте, пожалуйста. Ой, как хорошо, когда у нас и школа. И у меня и сафорез, когда я с друзьями, я снова как дома. Так легко себя чувствую. Повторяю, я знаю, сейчас пойдут советы. Что там написать? Может улыбку по-другому сделать? Может быть там больше прибавить на щеках розоватости? Может быть цветы по-ярче сделать? Ну, давайте советы. И попробуйте ключевое дыхание. Да. Думая, о чём думается, переживая, о чём переживается. Да. И в этот момент просто одну, две, три минуты просто прислушивайтесь кладить тепла. Выдоха или вдоха. Это там, в носоглотке. Не надо себе ничего внушать, расслабляться. Не надо. Это всё лишнее. Потому что я одному человеку, вот недавно совершенно, когда он делал разгрузку на волне, я ему волну показывал по скайпу. Три раза я ему объяснял. Не надо расслабляться. Первый раз, когда он делал волну, две минуты он делал волну, потом я спрашиваю, ну как снизилось напряжение на градуснике? Он говорит, да, стало половина, было десять, допустим. Я говорю, о чём вы думали в этот момент? Он говорит, я старался расслабиться. Я говорю, не надо, я же вам сказал, не надо расслабляться. А я, говорит, пытался прогнать мысли. Не надо, второй раз мы сделали. Я говорю, думайте о чём думается, переживайте о чём переживается. А он понял меня неправильно, начал специально переживать. Третий раз сделали. Я ему сказал, думайте о чём думается, переживайте о чём переживается. И добавил теперь. Не переживается, не переживайте короче говоря такую простую вещь объяснять как долго приходится потому что первая человек может не понять раз может не услышать вы поэтому этот ролик несколько раз послушайте потому что там сразу мульти эффектно очень много аспектов и про то как заснуть и про как дышать и про то как тревожно снимать на и самое главное насчет моей картины это шедевр не окончены давайте друзья все вместе я этим роликом хочу нас еще больше сплотеть вокруг идеи что коллективным творчеством можно решить любую задачу если мы искренне хотим решить волнующий всех вопрос а потом мы так устроим мозговой штурм мы выберем все вместе какой-то вопрос который волнует всех а я примерно понимаю какие то вопросы могут быть потому что я тоже живу на планете земля и мы все вместе решим этот вопрос да это будет мозговой штурм нашей школы вот так будет колоссально будет а кто будет обучен навыкам саморегуляции естественно и сможет быть там синергетическом диалоге до встречи друзья